Держат в страхе всё село. Жители Костежды, где в новогоднюю ночь жестоко избили 21-летнего парня, не на шутку перепуганы. Ведь полиция задержала только одного из агрессоров. Бабушка погибшего убита горем. Ведь старший внук, по её словам, был единственным кормильцем в семье. «Для меня это большая беда. На него была вся надежда. Его отец болеет. Я ждала его живым, а привезут в гробу. Он был моей надеждой. Всё делал. И дрова рубил, и воду носил». Женщина говорит, что уже несколько дней ночует у родственников. «Боюсь оставаться дома одна. Приходит внучка и забирает к себе. Я сплю у неё. А то начнут искать дом. Я знаю, кто они». Обеспокоены и другие сельчане. По их словам, в этом деле замешана целая группа молодых людей, которые и раньше были замечены в хулиганстве и кражах. «К моему сыну два раза проникали в дом. Правда, не всё успевали забрать. Дети работают в Испании. Установили железную дверь. Так они взломали и вошли в дом. И это был не один человек, а несколько. Даже не могу сказать, сколько домов ограбили, сколько людей плакали из-за них». «Боимся, а как иначе. Запираем калитку на засов, чтобы не пришли негодяи тебя убивать. В наше время всё возможно». Надо принять самые жёсткие меры с этими преступниками. Напугали всё село. Люди живут в страхе. Случай жестокого избиения в Костештах попал в поле зрения властей. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Алина Сбанка заявила, что в ближайшие дни ведомство проведёт пресс-конференцию, где представит все детали по этому делу, а также информацию об уровне преступности в селе. Несколько жителей Костешт жестоко избили 21-летнего парня в новогоднюю ночь. Впоследствии его в тяжёлом состоянии доставили в столичный институт скорой помощи. Пациента прооперировали, ввели в кому и подключили к аппарату искусственного дыхания. Но спасти его не удалось. 5 января он скончался. Было открыто два уголовных дела. Одно по статье «Хулиганство», другое – за нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкших за собой смерть человека. Под подозрением трое. Одному из них – 16 лет. Он на время следствия будет находиться на свободе. Ещё одного, 21-летнего парня, арестовали на 30 суток. Скончавшегося молодого человека похоронят в субботу.